Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами поговорим о фиксированной эритеме на головке члена или токсикодермии. Что такое фиксированная эритема? Это реакция на прием лекарственного средства, которая часто при хроническом течении появляется на одном и том же месте, то есть при хроническом приеме лекарственного средства. Она проявляется чаще всего однотипными пятнами, реже это бляшки, пузыри. К нам обратился пациент, у которого на фоне лечения простатита появились высыпания на головки полового члена. Они в виде такого розово-красного пятна с уже элементами появления темного цвета. Соответственно, видна эксудация, то есть выделение жидкости с поверхности этого пятна. У пациента отмечают жжение болезненности в области этого пятна. Это препятствует нормальной половой жизни. На что жалуются пациенты? Они жалуются обычно как раз на однотипные пятна. Достаточно частая связь их с приемом лекарственных препаратов. Как правило, они появляются спустя 30 минут до 20 часов, иногда до 8 часов. Приемы различных препаратов, как правило, такие пациенты применяют препараты длительно, как в нашем случае. Например, тот же самый левофаксацин означается непосредственно некоторыми врачами-урологами до полугода. Поэтому, соответственно, здесь, естественно, организм успевает выработать те самые аллергические посредники, антитела и так далее на данные лекарственные препараты. Ну и соответственно, возникает такая вот реакция. Формируется постепенно бляшка, отек и с точки зрения разрешения этой бляшки формируется иногда фиолетовый цвет, что же происходит непосредственно в кожи. Происходит некроз отдельных клеточек и, соответственно, уже когда бляшка постепенно подвергается инволюции, то, соответственно, непосредственно такие специальные клеточки макрофаги или гистиоциты поглощают меланин, отсюда вот такой фиолетовый цвет у подобных высыпаний. Они могут сопровождаться и с образованием непосредственно пузыря, с образованием эрозии, что делает их трудноотлечимыми от непосредственно герпеса, того же самого и стриптодермии или бактериальных поражений. Поэтому всегда с такой бляшки нужно брать первое соскоб на разные вирусы герпеса, в том числе мегаловирусы, вирусы Эпштейна-Бар и так далее. И, соответственно, нужно взять бакпосев. Естественно, что первым этапом параллельно мы должны исключить и половые инфекции, потому что, соответственно, они также могут давать подобные вещи, известные язвы, например, трихомонад и так далее. Поэтому таким пациентам необходимо обследовать как с головки полового члена, желательно ее перед этим не мыть, так и непосредственно с каналом на половые инфекции и бактерии, включая разные вирусы герпеса. И, как у нас в случае отсутствия этих, мы подтверждаем все-таки диагноз токсикодермии. Теперь как лечить токсикодермию? Ну, первое, необходимо отменить лекарственные препараты. Второе, ну, в зарубежных источниках чаще всего лечат различными серебряными растворами, тем же самым нитратом серебра, слабых концентраций можно использовать. Однако у нас есть более современные препараты и методы воздействия. Да, что это такое? Ну, первое, соответственно, это метод, то же самое, например, гелевой плазмы. Вы можете видеть на картине, как это происходит, да, это как раз подсушивает и снимает воспаление. После чего, соответственно, мы используем, как минимум раз в неделю, да, это фотодинамическую терапию. Когда мы наносим наружный фотосенсибилизатор темного цвета, чаще всего традохлорин, он впитывается кросс-клетками воспаления и они подвергаются апоптозу. Это ускоряет непосредственно разрешение вот такой бляшки, которая мучает пациента на половых органах и приводит уже к разрешению непосредственно высыпания в течение, как правило, недели, в отличие от, значит, таких случаев самостоятельного оставления, да, этих высыпаний, которые, когда они заживают до нескольких месяцев официально по литературе. Поэтому самое главное, конечно, это отмена лекарственных препаратов, ну и для ускорения заживления и непосредственно снятия отека и воспаления рекомендуется фотодинамическая терапия и та же самая плазма, та же самая гелевая, например, да, ну и рекомендуется также дезинтоксикационные мероприятия для ускорения выведения препаратов, такие как озон, натрия, сульфат, кальций, глюканат, как и всегда при воспалениях в области половых органов. При необходимости диагностики и лечения рожечных высыпаний в области половых органов вы можете обратиться к венерологам-урологам нашего медицинского центра Платных ВД в Москве. У нас принимают грамоты специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением данных заболеваний. Смотрите более подробные картинки подобных клинических случаев, в том числе этого, в разделе «Клинические случаи» на сайте Платный КВД, где мы можем без ограничения выкладывать подобную информацию, соответственно, в режиме картинок. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok